Южная Корея была разрушена в результате войны в 1951 году. В Пусане, в местности Йондо, был когда-то доктор, который в маленькой палатке лечил беженцев. Люди называли основателя Госпиталя Евангелия при Университете Кущин корейским Альбертом Швейцером. Госпиталя Евангелия при Университете Кущин, унаследовавшей идеологией доктора Чан Гирьон, до сегодняшних дней лечит пациентов, создавая надежду и чудеса. Госпиталь Евангелия при Университете Кущин стал Азиатской Центральной Больницей, которая вот уже в течение 62 лет предлагает все усилия для осуществления только лучших медицинских технологий. С целью точной диагностики и лечения, проведения евангелизации, медицинского образования и исследования, Госпиталь создал около 20 больничных палаток на более чем 1000 мест, лечебный центр и специальную клинику, а также различные лаборатории. Около 1500 специализированного персонала, включая 200 клинических профессоров, достойно выполняют свой долг. В 1978 году госпиталь открыл вторым в стране и первым в районе онкологический центр. С помощью позитронно-эмиссионной томографии, которая впервые в Кусане была внедрена в 2004 году, количество диагностированных пациентов скоро достигнет 50 тысяч. Госпиталь Кошин обладает самым высоким уровнем диагностики и лечения рака в своем районе. В 2008 году впервые в Кусане госпиталь внедрил лучевую терапию с визуальным контролем. Лучевая терапия с визуальным контролем, благодаря 360-градусному повороту и отслеживанию целей обучения, может одновременно лечить множественные опухоли. Высокая точность играет огромную роль в спасении жизни пациентов. Оборудование для съемки изображений четвертого поколения. Компьютерный томограф с двумя источниками рентгеновского излучения. Магнитно-резонансная томография нового поколения. Анкотермия. Госпиталь Евангелия при Университете Кошин, оснащенный самым современным оборудованием, в первую очередь думает о боли пациента. Медицинский персонал, который состоит из лучших врачей, показывает замечательные достижения в основных областях лечения рака, таких как рак желудка, рак печени, рак толстой кишки, рак пищевода и рак поджелудочной железы. Директор больницы Ли Саву популяризировал новые методы лечения гепатоцеллюлярной карцинолы. Профессор в области колоректального рака Пак Сунджа изучал метод лечения в самом престижном мире в онкологическом центре Андерсена в США. Профессор в области желудочно-кишечной хирургии Ли Санхо получил высокую оценку Международного конгресса по раку желудка за технику операции и сохранение вакуса после тотальной гастроптомии. Профессор неврологии Ю Бон Гу, который изучал деменцию и инсульт, опубликовал более ста научных работ, и его имя значилось во всем мире в трех биографических словарях. Профессор эндокринологии Че Йон Шик, который является мастером в лечении сахарного диабета и диагностики рака щитовидной железы, а также другие специалисты в области медицины, распространяет свой медицинский опыт. Особенно Центр гепатобилиарной хирургии во главе с директором МИ Санхо совместно с профессором гепатобилиарной хирургии Щин Дон Гуна сделали монументальное достижение, которое записано как номер один в экономической эффективности хирургии рака печени в стране, которая была оценена обзором медицинского страхования и оценкой обслуживания в 2012 году. Современное оборудование и отличный медицинский персонал каждый год занимает ведущее место в области хирургии и лечения шести видов рака, таких как рак желудка, рак печени, рак толстой кишки, рак пищевода и рак поджелудочной железы. Чтобы сделать как можно больше людей здоровыми, Госпиталь Евангелия и Университет Кощин до сегодняшних дней проводит медицинскую благотворительность во всех уголках земного шара. Госпиталь, установивший дружеские отношения с деревней Тарэн-Намхэ вместе с Государственной службой здравоохранения, в очередной раз провел благотворительность для жителей деревни, у которых нет возможности как следует получать медицинские льготы. Вот так, находя мертвую зону в медицинском обслуживании, Госпиталь Евангелия при Университете Кощин, составив соглашение со многими органами местного общества, активно проводит медицинскую благотворительность. Госпиталь Евангелия при Университете Кощин воплощает идеологию создания данного госпиталя, систематически проводя медицинскую благотворительность за рубежом и спасая огромное количество людей. Воспиталь Евангелия при Университете Кощин продолжает благородный дух благотворительности. доктора Чан Гирен, который старался лечить не только физическую боль людей, но и душу. Госпиталь Евангелия при Университете Кошин – это больница, внушающая доверие.